Девушки отдыхают 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 так нам сюда где у нее убежище то где-то здесь всегда такой тревога понятно о чем там делается он строит сверху да нам суда видимо по классике уже на паузу ставим кто хочет прочитать и читаем я время на это не трачу закрыта значит она выше до чоу 30 должно же быть что-то интересное по идее дикая охота но мы читали но все же может кто пропустил какие-нибудь серии а это что такое лежит почему я не могу взять не могу не ладно хрен с вами не наверх видимо да вот забралась их забралась хотя нет нам не суда надо было чтобы тут нашли кираса из макдейры но у нас лучше принципе у нас мощь знаков добавляет так ну ладно а вот это не ловушка это магический рисунок нет так лата не суда мы пошли видимо но все равно неплохо что зашли чего он сказал евпатий головратий я просто не понял так на вообще в другой дом показывает что в этот ты вводишь нас как-то странно вот так бы и сразу они кругами я ей сразу говорила никаких мужчин никаких домашних животных здесь порядочный дом успокойтесь я ненадолго порядочный дом кстати в древности заметили даром на что спирта у всех было хоть записи 30 по идее должно быть что-нибудь магическое она же чародейка блин в конце концов геральт у меня проблема мы можем поговорить возможно сейчас я ребятам пролистаю книжку и поговорим что там у тебя сверху есть яблоко нихрена у тебя интересного принципе нет ну давай ухта это чё за херня у нее здесь магическое ладно погнали да геральт так давайте сначала начнем с фигурки посмотри что я раздобыл артефактная компрессия это статуэтка заколдованный человек сможешь его расколдовать конечно похоже об этом бедолаге просто забыли похоже дворянин похож на дворянина может он и есть дворянин идем я не могу провести ритуал прямо здесь но пошли не думаю что все так просто будет все готово за работу дал по и расколдуем дворянина у грюмое место это правда выглядит так как будто здесь обитает вампир поэтому я так уверена что нас никто не потревожит дай мне фигурку и отойди попробуем его расколдовать думаю это дворянин приготовься никто не знает кто он на самом деле ну да я тоже охерел если меня расколдовали через фиг знает сколько но давай шамань ты на ланда он на а раз коралл нет я все объясню коралл я на ту девку и не взглянул для меня есть только ты ты не коралл суккуб морок где я а значит его заколдовала коралл очень на нее похоже я не встречала более вредной чародейки чем она разве что а коралл здесь нет тогда иди же ко мне суккуб как тебя зовут мы в новиграде но и совсем с головой играде последнее что я помню это оксинфурт и коралл в бешенстве как она может требовать верности когда сама порхает как ну как как деревенский мол в самую точку зараза чувствую себя так будто по мне прошлось стадо коров не знаю что она со мной сделал но вижу вы спасли меня от беды вот возьми пойдите развлекитесь в городе с тех пор как ты спал с коралл ее вкус значительно ухудшился ладно идем наш славный господин сам о себе позаботиться и чё нам дал господин 30 крон его пойдем опять в убежище теперь уже пойдем по основному заданию ну по второму которая чё-то волнует там трис это было просто у меня проблем да геральт хотел что-то сказать о чем ты хотела поговорить я получила странное сообщение и даже не знаю что об этом думать кто его прислал слуга ингрид вигельбуд кажется его госпожа хочет помочь чародеям бежать из новиграда и готова потратить на это значительную сумму надо побежать куда это сделает не просто так в этом-то и проблема вигельбуд хочет меня о чем-то попросить но в письме нет никаких подробностей этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить только не знаю стоит ли мне с ним встречаться ну давай почему-то боишься боишься а чёрт пушка с одной стороны я бы не хотела упустить такой шанс нам же очень нужны деньги а с другой никто не может требовать чтобы ты рисковала жизнью я сама этого от себя требую беда в том что раньше с этим было как-то проще раньше я не знала как это оказаться в лапах охотников же могла бежать в любой момент я знаю но я так испугалась а если меня закуют в настоящий двимерит ты же не всегда будешь рядом ну ладно давай не нравится мне все это но раз уж ты уперлась одну я тебя не брошу спасибо и как ты собираешься искать этого слугу он написал что я узнаю его по голубому кафтану и связки ключей у пояса я должна его остановить и спросить сколько стоит форель ты шутишь может он и тебе велел прийти с красной розой о цветах речи не было но если ты захочешь подарить мне букетик я возражать не стану это рыбный рынок трис я могу купить тебе разве что треску пожирнее наверное будет лучше если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я но он то ждет меня ты постой где-нибудь неподалеку а я удостоверюсь что твое письмецо прислали не охотники хорошо встретимся на месте окей погнали тогда то есть хозяева на первом этаже дома живут да и миссрема задавать дом порося а мы можем убить сию а у меня не нечем стрелять да и в городе наверно вряд ли он разрешит компьютерами стрелять на и градо господи чего здесь творится так ну давай я слуга будем искать и ним кафтане на рыбном рынке с повязкой ключей множество людей в синих кафтанах подозрительно а так это горожанка вот у него связка ключей да ты не знаешь где купить дешевую форель может и знаю но не с вами я должен был встретиться суды если хочешь поговорить с кем собирался то только в моем присутствии осторожность велит мне сейчас осторожность велит тебе не спорить поверь мне похоже у меня нет выбора пожалуйте за мной пошли вопрос жизни и смерти ну давай куда веди не ори я там тебя или задел не взял чтобы его убили а вот и 300 идет за нами спасибо пойдем я еще и забрал блин чё произошло чего они хотели не знаю я их первый раз видел может недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина погодите-ка где госпожа меригольд вы должны были прийти одна если бы не он тебя уже вели бы на допрос тот высокий это вальдо мурис он работает на охотников за колдуньями а может вы и правы госпожа я просто не ожидал потому что госпожа вигельбуд а ты кто такой если мы соблюли все шпионские формальности может скажешь кто то я лакей госпожи вигельбуд я не не хотел вас ничем обидеть господин почему госпожа вигельбуд не встретилась со мной лично она слежки боялась последнее время она ужасно нервничать ну давай говори уже тогда уже в чем дело дело в сыне госпожи вигельбуд молодой господин альберт интересуется алхимией и про это пронюхали храмовой страже храмовая стража это еще ничего но на тебя напали подручные охотников значит дело серьезное да стражников госпожа вигельбуд подкупила но охотники платят за каждого найденного чародея так что должно быть стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи а потом все равно шепнули словечко охотникам ммм как вы вышли на Трис давай да ингрид вигельбуд знала что надо обратиться именно к Трис мы слышали что госпожа миригольд помогла исчезнуть мире байс когда на ту вышли охотники мира несколько раз оказывала госпоже ингрид магическую помощь в ее хворе похоже на правду мира говорила что занимается какой-то аристократкой хуже альберт должен исчезнуть как можно скорее я могу это устроить молодой вигельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома к сожалению это не так просто молодой барин сейчас укрывается в загородном имении чтобы вывести его оттуда по-тихому госпожа ингрид хочет устроить большой балл маскарад и вы хотите чтобы я там появилась и помогла ему бежать да без вас нам не справиться госпожа вигельбуд думает что за всей прислугой следят ну это плохая мысль во первых я думаю охотники уже взялись за альберта вряд ли их обманет какой-то бал геральт балу вигельбудов это не совсем обычный прием кажется на последнем балу подали сто разных десертов а фейерверки пускали до самого рассвета в этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться восемью десятью пятью десертами ну да за сахаренные лепестки голубых роз из назаиры нынче очень трудно достать всего то ничего так ну давай надеюсь нам не придется оставаться до конца приема значит ты пойдешь со мной конечно не могу же я тебя бросить когда ты будешь так рисковать подумай только восемьдесят пять десертов у тебя по-прежнему двадцать два дюймов талии прекрати как мы попадем в умение пожалуйста вот приглашение стражник у ворот получит особые инструкции наденьте пожалуйста маску лисы хорошо удачи вам маску лисы смеешься нам нужно приготовиться переодеться а самое главное купить маски ты знаешь лавочку или хали я уверена там я знаю нужно для балла я там был когда-то эльф который приятель лютика переодевается в женской правда я надеюсь обойдется без парадного дублета дублет геральт и это не обсуждается когда все устроишь зайди ко мне так то есть нам все таки по заданию как я и думал придется покупать эти маски и не только давайте помедитируем до утра чтобы было все красиво чтобы в ночь что не выполнять все дело короче ежели тебе сегодня кто жил кулиже завтра за нее же укусил где плотва моя тупая пошли купим маску пить маску лисы для трис стоп пока мы здесь я зайду выложу мячи где мой сундук пьяный уже тут валяется наживался блин так на 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 это все оставляем кстати а мы ничего не можем там останника одеть так сапоги разбойника вообще зачем они мне вся броня то что ладно броня плюс 35 плюс 34 сопротивление рубящим ударом это мы можем продать так поехали за масками где тупая кобыла а перчатки кстати этому эльфу не сможем продать интересно так как не туда то все туда чё у меня сбиваете где есть вход привет приветствую пришел взгляд конечно я бы взглянул на разумеется так вот это заберется давайте оружие можете продавать на то тоже мне нужна маска лисы броня у них одинаковая дать я понимаю давай вот это один себе москву волк купим 181 181 106 давай вот эти прощай так новая одежда ближе штаны и сапоги я штаны купил приветствую пришел взглянуть на весь я бы взгляд разумеется сапоги купил штаны купил все же купил прощай надеть новые дубле штаны и сапоги ну давай принести маску трис да я как-то выгляжу да он даже крестьянка смеется до мной для тех времен может быть это и круто конечно черные взяли возьму то на ветра так мастер на что тебе и что же случилось с этим целителем где тут 300 блин чуть все так орут опять этот седой целый день двери не закрываются но они предают а где привет ну и ну я вижу ты принял мою просьбу близко к сердцу значит и все-таки говорила не всерьез тогда еще успею переодеться не смей ты выглядишь замечательно только брони у меня 0 теперь так ты разузнала что-нибудь про альберта и разузнала что-нибудь про этого альберта среди чародеев о нем почти никто не слышал скорее всего он просто любитель тогда почему стражи и охотники им так интересуются потому что он легкая добыча разумеется именно поэтому мы должны ему помочь так ладно купил я все можно идти не часто я вижу тебя в таком наряде единственный раз в подмышках жмет может они в дубле проволоку зашили я буду все время восхищаться твоей крепостью духа так что идем ну пошли и но все больше не буду так серии записка видео выкладывается уж слишком долго ждать хотя м2 и создает все идет приветствую уважаемых господ мои гости госпожи видел будут покажите пожалуйста приглашение все верно вы найдете госпожу вигельбуд во дворе имения она в маске попугая и вот еще что мечи прошу оставить здесь не так не пойдет это должно быть какая-то ошибка ты же знаешь зачем мы здесь разумеется но у меня приказ проследить чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия зараза желаю удачного вечера да да это понятно что красиво пошли искать кстати что это что ж ты старых друзей не узнаешь о господи это какая-то ошибка я вас не знаю не валяй дурака Вивиана эти волосы я всюду узнаю можешь конечно строить из себя благородную но пока этот барон Эдвард тебя из канавы не выловил ты была обычной довольна госпожа сказала что тебя не знает а это у тебя что новый какой то еще старше прежнего кто же мне хер горбатый правду говорят чем меньше может тем больше платит ну давайте ты сам напросился давай что мы все обращать на себя внимание что-то случилось дает ничем не лучше может быть и хуже а пощадим или тебя чё куда дальше суда видимо морец что ты здесь делаешь малютка мире голод ну и ну а я думал будет шикарный прием да я тоже по тебе соскучилась но сейчас это не важно ты знаешь как выбраться из новиграда если хочешь можешь присоединиться к нам давайте вот так мы здесь по другому делу нет именно поэтому ну морец к вам это к кому же среди них есть и твои друзья когда мы все соберемся я выведу вас ты выведешь прости мире гольд это все равно что дать себя вести храмому утенку за сим прощаюсь кто это был то это был это мой старый знакомый морец дефинтель я потом тебе расскажу окей тут у нас есть еще одно задание где-то вот здесь справа до что они в гвинт играют минуту назад простите я перепутал вас с моим другом у него похожая маска генерал ворхис геральт из ривии значит я не так уж и ошибся очень приятно а это прекрасная незнакомка подождем с формальностями до конца приема когда все снимут маски ведь так забавнее правда вы правы а теперь прошу простить мне правда нужно срочно найти даркхаффа приятного вечера истина такова что мы уже зависим от черных экономически отойди от меня я слышал несколько баллов не прикасайся ко мне об этой твоей кто желает быть следующим прошу сударь диванон освободил место у стола и уже должно быть не вернется а что с ним стало какие-то добрые люди отвели его в сторонку чтобы он ничем себе не навредил так что сыграем первым вашим губи винт не буду он может позволить тебе проигрыш поэтому играть будет неосторожно нет у меня желание нет желания вы не любите выигрывать нет простите я прав хотел тихонько чтобы здесь было да что-то тихонько не получается она что голая ну да топлис так где вот здесь она я вас оставлю на минуту госпожа да это я насчет форели что ах да конечно прошу простить мне эти меры предосторожности но может пойдем поговорим где-нибудь в огромном месте благодарю что вы согласились нам помочь мой лакей предупредил что вы придете с другом мне бы хотелось чтобы о побеге Альберта знала как можно меньше людей но если вы ему доверяете как никому другому ну давайте так охотники не появлялись с тех пор как они напали на моего слугу на рынке нет все улеглось но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи и он сказал что разговоров об Альберте все больше откуда стража вообще узнала что ваш сын занимается алхимией к сожалению я не могу поручиться что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом он очень беззаботен совсем как его отец он был очень милый человек но совершеннейший болван его сожрал головоглаз вы не слышали эту историю он должно быть много путешествовал да где там он пробовал их разводить наверное я радовался головоглазов кто это вообще она все же безопаснее ну пойдем за Альбертом пойдем за Альбертом где он сейчас развлекает гостей на приемах он всегда душа компании поэтому я не хотела чтобы у кого-нибудь возникли подозрения когда он сможет выйти придется подождать пока гости не выпьет столько чтобы видеть только подносы с новыми кубками но не бойтесь это не займет много времени ну окей так а вот так ваш сын собрался нам придется действовать быстро да я за всем проследила куда вы его заберете вам лучше не знать подробностей он будет в безопасности обещаю вам но прошу вас положитесь на меня я не в первый раз это делаю я знаю и благодарю вас как мы его узнаем он в маске пантеры Альберт знает что вы за ним придете и он в восторге от того что ему предстоит боюсь он не до конца понимает какая опасность ему грозит как я уже сказала он не слишком сообразителен относительно этого можете не беспокоиться в компании некоторых чародеев он придется очень кстати Геральт мы пойдем поищем его я буду ждать новостей ну давай так найти Альберта ммм маски пантеры ты Альберт? а Альберт Вегельбут я похож на жалкого фанфарона и маменькиного сынка хм о боги окей То есть пантера выглядит не так, да? Так. Но это не маска. Нет, лучше гонщик псов, чем наши. Выглядят они. Разумеется, они великолепно выигры серваны. Даже в Новигразе тебе занятия не найти. А есть такая страна, где таких, как ты, побольше? Так, отойди. А есть такая страна, где таких, как ты, побольше? Да. Красивая маска. А тут был Лев все-таки. Альберт Видельбуд? Нет. Я черная пантера. Ура! Милый граф. Ну, давай. Нам надо обсудить экскурсию в Новиград. А, то есть вы? Да. Когда мы можем покинуть имение? А, ну, мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки. Это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно. Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Подождать скамейки. На какой? Пошли. Так тоже можно было. Я не знал. Что еще на халяву раздают? Ничего больше. Там собаки, да? Может, сядем здесь? Ну, давай. Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после Новиградских источных каналов. В таком случае самое время спросить. Да. Про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? А ты его знаешь? Вы знакомы? Геральт. Все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше ста лет. А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно. На одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. Давайте так. Как бы стоит ждать таких предложений? Да? Тогда он казался мне сладким. Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю. Как я умудрилась собрать их всех вместе? Вот так. Ну давай, вот так скажем. Все дело в твоем личном очаровании. Осторожно. Это прозвучало почти как комплимент. Я случайно. Не знаю, как это получается, что я все время говорю про тебе такие вещи. Все время? Мне казалось иначе. Кто-то идет. Это Альберт? Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Это этот, чародей же. Наверное, ищет подружку. А как в той эльфской сказке про лягушку и трясогуску. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Пойдем, Геральт. Пошли. Геральт. Ты идешь? Геральт. Куда мы идем? Ты идешь? Геральт. 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 Один. Осторожно. Салют, пошлите. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай поменяйтесь масками. Там маски не там оставили. Сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там мы встретимся. Ну пошли. Значит, все гладко идет. Прямо чересчур гладко. Четверть часа спустя. А салют все идет, да? Альберт, ты обещал показать свою лабораторию. Альберт, вот ты где, любимый. Опа-на. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Хм, трое. Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Ха, это вряд ли. Ну давай. А ну, навали! Жалкое зрелище. Да вы че делаете? Откуда? Так. Иди, иди сюда. И че ты не встаешь. Так, где тут? Мы же уже можем переодеться? Ага. Нельзя. В лабиринте, мне кажется, по-любому есть что-то еще. Но бегать, искать, как бы хрен знает. В принципе, давайте глянем в некоторых местах просто. Так, отсюда мы вышли. Че вы это сделаете? Просто разговариваете, типа... Так, тут ничего. Тут закрыто. Понятно. Ладно. Убежали на выход. Наверное, больше ничего нет. Хотя я в этом не уверен. Так, встретиться с Трис на конюшне. Я поесть даже не могу энергию восстановить, да? Я уже начала беспокоиться. У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад. Там надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово. Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Рашт смог помочь. Все. Они ведь пригодятся. У меня денег, хоть жопу ешь. Что случилось у фонтана? Прости. Я вела себя несерьезно. Это все из-за вина. Оно было слишком крепкое. Ты не должна извиняться. Ведь ничего не случилось. Да. Ничего не случилось. Госпожа Мерегольд. Нам пора. Берегите себя. А мне их сопровождать не надо? Или они сами уехали и все? Да, все. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такая вот серия у нас с вами получилась. Мы нашли доспех цыдаристского кавалериста. Не знаю нафига у меня. Возможно, когда-нибудь пригодится. Так. Маску сними. Это в маске волк. Как-то несерьезно. Вот так вот. Ну что ж. Подписывайтесь на канал. Если все еще этого не сделали. Не забывайте прожать ваш королевский лайк. Если вам понравилась данная серия. И, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всех этих серий. Я обязательно всем на все вопросы отвечу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова